В Казахстане 1 декабря отпраздновали день первого президента. С 2012 года этот день объявлен выходным. Первый, пока что единственный глава страны Ельбасы, лидер нации, принимал в этот день поздравления и подарки от молодежи в столице Казахстана Астане, которая скоро может быть переименована в честь Мурсултана Назарбаева. По крайней мере, такую инициативу выдвинули депутаты парламента. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сам Назарбаев в песне остался доволен и дал напутствие молодым казахстанцам. Когда мне говорят, мол, молодежь нынче пошла не та, я отвечаю, так ведь бабушки тоже уже не то, не те. Носки не вяжут, пирожки не жарят. АПЛОДИСМЕНТЫ Зато в интернете шарят тоже, как-нибудь. АПЛОДИСМЕНТЫ Это, конечно, шутка, но у нас на самом деле так. Молодежь та, которая нужна для современного мира, современной жизни. Вот запомнил я слова великого императора Аврелия Римского. Он говорил, не живи так словом, но тебе предстоит еще 10 тысяч лет жизни. Жизнь коротка. Пока живешь, пока есть возможность, старайся стать хорошим. Нурсултан Назарбаев также призвал молодежь осваивать рабочие специальности и подчеркнул, что для того, чтобы быть счастливым, совсем не обязательно быть президентом. Не надо, вот родители говорят, ты обязательно должен выучиться быть таким, и говорят, будешь президентом. Я не возражаю, пусть будет президентом. Но вот это всаживается в голову ребенка, когда это не случается, у него ломка происходит. Не обязательно быть президентом, чтобы счастливым, а может быть как раз и наоборот. Я шутку скажу. В одно время мой стоял дух покойному Борису Николаевичу. Сказали, Борис Николаевич, вот этот внук ваш хочет быть президентом. Он говорит, а зачем в России два президента? Чествование Нурсултана Абишевича Назарбаева прошло по всей стране. В городе Талдыкурган накануне празднования Дня президента открыли памятник первому президенту. Глава Алматинской области назвал этот день историческим, а Казахстан – символом благополучия и процветания, которых страна добилась благодаря лидеру нации, сообщает Tengri News KZ. Четырехметровый памятник Назарбаева выполнен из бронзы и находится на гранитном постаменте высотой 4,5 метра. Как сообщает сайт NURKZ, это уже второй памятник Назарбаеву в Казахстане. Первый установлен в парке первого президента в Алма-Ате. Также барельеф главы государства изображен на монументе Менгелик-Ель в Астане. А в южно-казахстанской столице Алма-Ате установили памятную доску на фасаде Дворца Республики, где 10 декабря 1991 года состоялась первая инаугурация президента. Напомним, что на первых президентских выборах Назарбаев набрал почти 99% голосов. С тех пор инаугураций было 5. Как отпраздновали день президента в Алма-Ате в репортаже Дмитрия Белякова. Памятная доска на фасаде Дворца Республики гласит, что именно здесь 25 лет назад была проведена первая инаугурация президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Открытие мемориала посетили сотни алматинцев, в основном преподаватели и студенты, которых привезли ко Дворцу Республики на снятых с маршрута автобусах. Аким Алма-Аты Бауржан Байбек произнес краткую речь об исторической ответственности и судьбоносных решениях Ельбасы, не забыв подчеркнуть и значимость веренного ему города. Конечно же, как алматинцы, мы особенно гордимся тем, что Алматы – это золотая колыбель нашей независимости. Здесь принимались судьбоносные решения, был подписан конституционный закон о государственной независимости, принята наша Конституция, утверждены государственные символы, введена национальная валюта. Градоначальник также объявил о переименовании семи улиц, в основном в недавно присоединенных к Алма-Ате районах. Отныне они будут носить имена культурных деятелей, ученых-академиков, ветеранов ВОВ и участника декабрьских событий 1986 года. Мы должны быть патриотом своей страны, поэтому, думаю, лучше назвать честь великих ученых, например, это к лучшему. По старому названию находишься, а по-новому путаешься. Лично мне ничего не помогает. Не знаю. Личная трата денег, я так думаю. Ну и под занавес Боржан Байбек подчеркнул, что благодаря поручению главы государства к 25-летию независимости будут примированы 114 тысяч алматинских бюджетников, а представителям социально уязвимых слоев населения выплатят единоразовое пособие. Дмитрий Беляков, Павел Ингельгард. Настоящее время.